нам нужно смоделировать набивную свою стойку да то есть получается если у нас грунт суглинок большой глубины мы его сверлим бурим и внизу галечник галечник на 2 метра закапываемся и здесь надо будет свою смоделировать все первым элементом конечный элемент у него нам нужно посчитать его жесткость и направление мы дадим z понятно и на свои там у нас свои разных диаметров есть метровые и полутора метровые да так теперь жесткость это е так нужно f получается сейчас вот открой с вами браузер да так сопромат супромат р это у нас жесткость получается да растяжение и сжатие вот у нас есть формула на афевое растяжение и сжатие получается как деформация у нас получается равняется деформация растяжения формула деформация да деформация да вот получается напряжение это модуль деформации может на относительно удлинение да относительно удлинение это сила лид на ада на площадь вот получается нас деформация равна сила умножить на длину делить на площадь и делить на туда где у нас пейнт пейнт откройте получается вот формула какой инструмент мы возьмем кисть карандаш да получает у нас дельта эль цвет черный да дельта эль равно н умножить на эль и делить на а умножить на еда и у нас получается эр у нас равно жесткость сваи да который мы поставляем там у него единица тонн наделен на метре помните и у нас вот в этом вот он наделен на метр да и н делить на дельта эль да и у нас получается вот если вот этот уровень переделаем то смотрите н делить на дельта эль значит у нас будет а е а умножить на е и и деленное на эль получится да вот вот если мы вот вот из вот этой формулы из вот этой формулы хотим получить н делить на дельта эль да у нас н здесь остается дельта эль вниз переходит да тогда а переходит вверх и е переходит вверх эль переходит вниз да а е делить на эль у нас получится теперь откроем цель так положите у нас вот есть бетон уже да да е у нас 306 е плюс 6 да так где у вас excel теперь так е пишем так е английская да е у нас потом эль и а да 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 единица у нас будет тонна на метр квадратный да тонна деленная на метр квадратный да эль в метрах да 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 и а метр квадратный да да так теперь е 3 0 6 е плюс 6 да е 6 вот он да эль у нас сколько 28 метров да длина сайт теперь найдем площадь площадь у нас для двух вариантов если у нас диаметр да да диаметром у нас метрах 1 метр да если да 1 метр то у нас будет равно пи да да здесь пи пи умножить на д квадрат делить на 4 да и здесь наверно вот так пи скобку да вот да если бы чистый пи был посмотрим чистый пи да вот чистый пи вот да 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 теперь ээээээр ээээр находим да эээр у нас получается тонна делить на метр да единице измерения да да значит для ээр мы нашли формулу а умножить на е делить на эльдо равно а умножить на е и делить на эль то есть зависимости от длины и диаметра вот вот это число мы будем записывать вы поняли да да если у нас полтора метровая будет да то мой диаметр пишем полтора метра и это число больше получается мы закладываем получается два типа свои метровую и полтора метровую вы поняли да прям туда закладываем 53 элементом 51 элементом до по направлению z добавите туда 51 элемент по направлению z у вас это на упругом основании да сама на упругом основании тогда еще жесткие эти свои будут понятно все